Господи Иисусе Христе Сыне Божий, Победа и Негреша. Аминь. Ну еще. Сутармин Валерий у Головина нашел некое неправославное учение о браке. И вот он составил документ, из которого я хочу зачитать кое-что, Игорь Ильич. Неправославное, значит оно должно быть отброшено, судить его и все. Еще из этого нашел. Ну это нужно сказать... Как наскать, когда в храме открыто говорят? Вот у него есть такая группа в социальной сети ВКонтакте, у Головина. Молитва по соглашению называется группа. И там опубликована следующая запись. Ну тут ссылка на эту запись есть. Неслучайный брак. Восклицательный знак. В 2016 году я впервые услышал о молитве по соглашению. Для меня семья, любовь, брак по любви и единой духовности, вере в Бога, были моей мечтой и потребностью. Кто это говорит? Женщина пишет. Может быть кто-нибудь осудит? Я была в венчанном браке, и муж ушел. Я ждала, но он не вернулся, женился. Надежда на семью по любви и общей, объединяющей вере в Бога оставалась, а веры было мало. Я считала себя такой недостойным, что не удалось сохранить обеты, что думала о монастыре. Но сердцем, душой к нему не чувствовала ни готовности, ни призвания. Было трудно временами. Внешне я симпатичная женщина и возраст 46 лет в 2016 году мне бы никто не дал. И все же. Но надежда внутри давала силы. Было такое чувство призвания спасения именно в семье и желание любить и быть любимой, что я не сдавалась и надеялась. Мне важно было, чтобы это была воля Божия, а не случайный брак. Просто брак у меня бы мог быть, я это понимала, и мог бы быть, простите, легко. Но своей воле не хотелось. И вот только 24 октября 2016 года, спустя более чем полгода после того, как я узнал о молитве по соглашению, я стала молиться. Я молилась Акафистам, ангелу-хранителю, о браке и Николаю Чудотворцу, о помощи в ситуации с кредитом, который было нелегко платить, и, конечно, о работе просила. После молитвы со мной стали происходить изменения. Я была к ним готова, слышала, что прежде будут изменения именно с тем, о ком молятся, кто молится, так как ему надлежит измениться, чтобы принять просимое, быть готовым к этому, либо в любом случае быть готовым принять волю Божию. И вот я стала меняться. Я внутренне прошла путь прощения бывшего мужа, который ушел, путь того, что отпустила его внутренне. Совсем отпустила. Потом происходили еще изменения моего устроения. А 10 июня 2017 года, через семь с половиной месяцев после начала молитвы, я встретила своего будущего мужа. 16 декабря 2017 года мы поженились. А позавчера, 31 января 2018 года, мы повенчались. Он младше меня значительно, более чем на 10 лет. Но человек знает, когда ему посылается его человек, когда он молится. Мы не писали, так как ждали именно венчания. Вот теперь мы можем написать, что мы муж и жена. Слава Богу, вовеки. По молитвам к святителю Николаю Чудотворцу, дорогому батюшке, тоже произошло чудо, которое я осознал позже. Кредит реструктуризировали, распределили на мелкие части. И сумма платежа уменьшилась вдвое. Процент уменьшили значительно. Мы продолжаем теперь уже вместе молиться и ангелу-хранителю, и Николаю Чудотворцу. И просим также помощи теперь уже вдвоем. Молитесь и верьте. Восписательный знак. Вот тут комментарий Сутармина. Здесь приводится реальное растление замужней женщины при первом при живом муже по советам про Теерея Владимира Головина с хулой на святых, которых представляют в этой публикации помощниками прелюбодеяния по молитвам к ним. И сколько еще таких же несчастных женщин, последовавших ложным советам клирика Головина, если на его канал подписано 122 тысячи человек. А запись о разводах и повторных браках, ссылка на запись, просмотрели 318 тысяч 969 раз. То есть там в этой записи он как раз об этом и говорит, что якобы если ты, если женщина, например, не пострадавшая сторона, то и пострадавшая сторона, как говорят, что от нее муж ушел, то она может спокойно, брак аннулируется, она может спокойно выйти второй раз замуж, повенчаться и все это как бы нормально говорит Головин. В том, что люди, которые читают об этом, слушают про Теерея Головина, и они начинают поступать вопреки Писанию, вопреки канонам церкви, начинают венчаться второй раз при живых мудрях. Теперь понятно. Ты что сейчас прочитал? У тебя к этому написанному вопросов нет? Вопросов? Ну да. То есть мы должны все принять, восклицательный знак поставить? Нет, мне ваше мнение. Я не могу говорить мнение, когда только на бумаге или в интернете я вижу. Я ни женщины не вижу, ни дополнительных вопросов не могу. Я разговаривался с Владимиром. Ну я могу цитаты из роликов привести. Это? Ты обо мне заведешь. 98% по лжи. Из его роликов на его канале. На моем канале. Вот. Я каждый день удаляю, ну не менее 50, только сквернословно. Он Володя вчера мне прислал, где дрова колют. Там такой мерзость говорит человек, а что у него основания есть какие? Слуга дьявола. Одного, что вроде написал мне убрать это, я его убрал. Интересно как? Не по слуху говорит, и не по взгляду отчей, а по истине Господь будет судить. Никак преждевременно судите? Никак. Не знаю. Если вот как она пишет, по порядку, что она была там венчана. Какая вина, чья вина, не важно, муж живой. Она не может выходить замуж. Все, вопрос снятый. Она может блудить, она все может, пока не захлопнется крышка гробовая. Но я не вывискиваю ни вину, ни то, что эта женщина реально существует. Это специально подстраивать, чтобы отца Владимира судить. Ты не разводи руками. Это в его группе это написано. И это написано, как сказали. Я тебе сейчас говорю. Женщина одна говорит, вот по Латкиной говорите, а мой сын был у него в лагере. Я знаю там все. И далее она подробно все описывает. И ни одного слова правды нет. И только модератор наш из администрации встрял и говорит, да я в лагере была сколько лет. Вы что же лжете так-то? И она сразу сгинула. Ни по слуху, ни по ведению. Я ни женщины не видел. Не знаю, говорила ли она. О, Боже, не трясись. Поэтому какое может быть суждение? Я говорю, если это так. Если она была верующая. Верующая. Она молилась только о муже. Больше я ни о чем не вижу. Смера слабая, она говорит, такая. Крещен она, не крещеная. Я ничего этого не знаю. Дальше. Муж ушел. Причин много, что муж ушел. Но она ничего не говорит. И далее. Мы с мужем поженились. А венчание будет, что значит слово, поженились? Выпилили, спали. Ты туда что-то не видишь, что если так, она разбрать, если для нее разницы никакой нет. А он сказал, я его не знаю. Я лично с отцом владельца не встречался и говорить ничего не могу. Кроме того, что слышал, когда он сидит, я слышал одну проповедь. В храме он сидит. Этого я не слышал ни разу. Но я вам могу найти места спокойно. Мне не надо это совсем. То есть это он говорит на камеру. Я говорю, если говорит, то неправильно. Ну все. Вот надо это искать. Надо заострить на это внимание. Ну впереди-то ничего этого нет. На чем строить базу-то? Вот если, если она была верующая, она себя маловерующая, ничего не знающая. Дальше. Если, вот эти если-то ни одного нам неизвестны. И как я могу об этом судить? Ты не битый, не давленый. Ты никому не нужен. На меня каждый день обрушиваются десятки, сотен. Шесть тысяч только я заблокировал. И ни один из них не говорит правды. Ни один. Почему? Это травля. Как специально в Базилии было принято решение свергнуть царя Николая. Но для этого избрали Распутина. Будем говорить, что он там. Сведения, газеты прямо пишут. Все. Прямо видео сфотографировали. А оказалось, бойник на тройник. А он батарею на другом городе был. За тысячи километров. Ничего не было. Задача поставлена. Свернуть. И они добились этого. Убили. Убили его. Застрелили. Специально приехал шпион из Англии. Специально Бруки Супов пригласил. Специально врач готовит отравленные пирожки. Вечность откроет. Он никого не убил. Так и это. Поэтому, что там у тебя считаешь? Я даже не видел написано. Ни женщины не знаю. Ну понятно. Вот она в своем контакте. Мы не видели его. Один пишет. Понятно, что нет. Одна женщина пишет. У меня двое ребятишек с церебральным параличем болеет. То другое. Помогите. Помогите. Ну, редакция решила разузнать. Там вычислили его. Оказалось, студент третьего курса в медицинском институте. Никого у него нет. Ни больных, никого. Почему? Вымогать деньги. Так и есть. Сейчас поставлена задача. Лавины. Внук как проснулись все. И давай. А до этого не слышали и не видели. Что? Головин-то? Отец Андрей Кураев обо мне говорит. И говорит. А Игнатий по мне прошелся. По всем кочкам пронес. Я-то зарядил. У меня все книги выставлены в двух файлах. Я его поминал в своих записях 120 раз. Не один раз. 120 раз. И почти никогда положительно. И однако Андрей Кураев нашел самое положительное сказать обо мне. Самым там великим проповедником проще назвал. Почему? Это величие души. Так нет. Тут я не то, что я называю Головина там демоном во плоти. Ни в коем случае. Но... Но... Это вопрос нужно пояснить, что это неправильно он учит. Так почему я не рассуждаю, а ты рассуждаешь об этом? Потому что меня это коснулось по жизни. А вас нет. Слава Богу. Ну хорошо. Тебя это коснулось. Головин виноват? Почему головин-то? Что жена тебя бросила? Я виноват, Игноти? Ну она тебя бросила. Или ты ее? Она меня не бросила, она ушла и все. Ну бросила, да. Она не бросила, да. Преступники не говорят, я своровал, а я взял. Бросила, пускай бросила. Я не знаю, как это. Она меня... На работе одна женщина. Сбежала просто и все. Вот и все знают, что бросила, сбежала. Бросила, сбежала. И одна женщина говорит, я знала, что он меня бросит. И вот говорит, прихожу домой, я стала говорить, я не выдержалась, его там назвала таким-то. Он говорит, когда он мне пинка? Я, говорит, вылетела в коридор, об стенку ударилась. Штукатуром работает. И теперь она, я... Что разбилась, у меня нету. Ну дура я, почему на день раньше? Тогда бы я могла сказать, я его бросила. Почему я на день раньше не ушла? Вот это то же самое. И кто об этой теме рассуждает? Ты, друг твой, который брошеный. Мне это не касается. Он, если говорил так, я одним словом отвечу, неверно. Согласно Писанию. Если при живом муже выйдет замуж, называется прелюбодейка. Прелюбодеи не спасутся. Все. Игнать Игорьич. Одно предложение с предаточным. Вы сегодня говорили очень хорошую проповедь. Вы говорили, что на монтарствах, большинство, вот именно на этом монтаже, на все это... Ну а это сейчас церковь, святая церковь, вот эта, Московская патриархия, она же вот как раз на прелюбодействие толкает своих чад. Не толкает. Толкает. Не толкает. Как-то не толкает. Да она не толкает, как-то толкает, когда к ней приходят и начинают вот это говорить, она не толкает. В смысле? Она учит. Вы 12 причин говорите о нем. Смотри. Отец Ян Суворов, город Тула. Я, говорит, пришел к архиерею и стал говорить, вот приходят, взяли разрешение. Это ваше отвечать? Да. Ну как-то так, говорит. Ну разрешено, ну не же живой муж. Ну виноват такой, но помещать надо. Больше я помещать никого не буду. А архиерея показывает две стопы вот таких вот бракоразводных дел. Такого таинства нет и развод. Это надо свечи не зажигать, а тушить. И идти не так, а идти в обратном направлении. Все это же, потому что наоборот, чтобы размещать эти кольца-то все размотать, как было где-то. Он сказал, не буду и не буду, все кончилось. Его толкает, никто не толкает. И к нему больше не идут люди. Не толкает, люди идут туда, сатара толкает в ад. Пример достойного уважения священник. Но таких священников по пальцам пересчесть, которые... А теперь скажи, крестят как? Вот она сейчас пишет, и где? В Германии. Ребятишек, двух крестила. Мальчика покрестили, а девочка нет. Вода холодная, ледяная. Совершенно. И она до наздрей только погрузила, и все. А остальные все только мочением. И моя дочь теперь не погруженная. Я говорю, теперь должна искать, где по-настоящему погрузить. Наталья Усатая пишет. Вот и все. Как мне охота в Потеряевку? Как охота в отец и Геннадьевске? И прочее. Ну, добро пожаловать. Вот так. А у нас нет полного погружения. И батюшка с ним под воду уйдет. Они крестят, я говорил об этом. Купели строятся. И признаете, что благодать? Да, признаю. Признаю. Но вот такие, что говорят о браках, разные причины развода, не признаю. Никак. А как вы считаете, вот алименты, вообще вот это само понятие алименты, когда муж платит при люботеке алименты, это вообще нормальное явление, нет? При чем тут жена? Твой сын, он платит они жене, а ребенку. Ну, жена получает эти деньги, и уже ты не знаешь, как она ими воспользовалась. Понимаете? Сам факт, что ты преступнице, отдаешь свои кровные деньги, просто это унижение вообще полное. Почему ты не думал, в ту ночь, когда не венчинный лес к ней пододеяло? Зачем ты лес? Я не знал о том еще. Ничего не знал. И совесть тебя не мучила. Ты без совести. Совесть мучила. Совесть мучила, куда же ты лес? Совесть первичней Евангелия. Ян Зотоус. Не мучила. А если мучила, зачем ты лес против совести? Как ты Богу будешь отмечать? Сожженная совесть. Ты удовольствие всего получила, это самое дорогое удовольствие. Платить надо. И плати. Иначе ты в тебя посадишь. Она щикаться не будет. Найдутся люди, опорные, документы, статья была бы, а человек найдется. Тебе не надо никого обвинять. Ты стоишь неправильно платить. Виноват в священниках, подсунула Настю. Виновата то другое. Мать ее виновата. Нет, в итоге-то я виноват. Как ни крути. Я же не отрицаю свою вину, Игнатий Тихонович. Никогда не поминай вину священника. Сколько тебе лет было? Игнатий Тихонович. Сколько? Но если молчать об этом? Сколько лет было? 27. Ну 27 лет уже самостоятельно. Можно сказать? Если об этом молчать, то этот поп, он будет так же других толкать на всякую вот такую несуразицу. Он толкает. Сам это... Если мы вот о Головине сейчас не скажем, а он там сейчас возносит его до небес, простите, но у него есть ошибки у этого Головина. И не надо его, так сказать, очаровываться им. Как вами кто-то очаровывается, а потом тут же разочаровывается, когда строгость увидит и обличение тоже. И вот смотри, я тебе сказал, вот у нас были, назову двое, и оба начали с чего? Все нормально, оба крещения здесь принимали, но своя цель кончилась. Какая цель? Это дальше еще показано будет. Допустим, одному говорят, это то, что он 25 лет, приехал сюда, 5 лет надо пробыть, он ровно опять пробыл, 30 лет, этих уже там не призывают в армию. Ну, все сходится. Но перед тем, как выйти отсюда, надо что-то сделать такое, что меня не выгнали. Нормально живет, в этот раз построит парних, вот здесь эта теплица, его впервые завел цепушек, впервые купил велосипед, все, и бац, выключатель кто-то выключил. Все, ему надо уйти, еще показать, он герой, за чистоту. И наши сестры, я тебя спрашиваю, где ты видел такое благочестие? Так одеты все. С одной стороны стоят, с тарелкой не ходят. Где ты видел это? Я? Да. Нигде. Я тебя спрашивал. Я очень ценю это, Игнатий. Но она это напала. На поклоны не так. Что он думал? Что перед ним козлушки, козел прыгать захотел? Ну, это его. Да, это перед самым. Гормоны играют, все, у человека. Почему 5 лет не играла? Он себя держал, сдерживал. Почему вдруг перед тем, как уезжать, это все сыграло? Ну, понятно еще. Выйти из очень дурной игры, приличной, с хорошей миной на лице, и показать, не я его выпнул, а муж меня выпнул. Так и здесь. Я от них отошел, как от скверных, как от развратников. Аминь. Да как нет? Вы усугубляете. Ладно, другое. Тоже принимает крещение. Мы-то не изменились. Он, ни один из них, не может сказать, мы изменились. Все, батюшка прищечается. Через неделю батюшка незаконный, церковь незаконная, патриарх незаконный, патриарх антихрист, я бы сказал, этот аюретик, президент антихрист, земля России не принадлежит. В один день это не делается. В один день только можно что-то один грех сделать. Здесь все за раз. Все абсолютно в один день. Ну явно видно, что по заданию делалось. Еще задание. Если посредника нет, то прямо от сатаны, прямо непосредственно, знает, приносил жертву сатане, сидел, сидел тут, вырезал, паспорт резал, все это заснимал, а один сидит и сам себя снимает. И вокруг него дон, щелли и каких-то нету. Вот такая карусель. Бац! Нету. И все исчезли в один день. Никого нигде нету. Хоть бы один вылез, ни одного нету. Почему? Ну это бедно. Они затаились, ждут. Да сатана не может таиться. Запасы его нам не безызвестны. Оба одинаково. Перед тем, как уйти, потерять, они нападают. Ты стоишь на этой грани, одной ногой уже. Сегодня был в храме, ты молился, и вдруг увидел, кто-то не доносит руку до плеча. А другой на подоконник облокачивался. Облокачивался. Когда? Во время проповеди, я скажу. Во время, когда считалась проповедь. об этом могли сесть, он не может, ему надо было сесть. Он не сел, облокотился на подоконник. Велика ли вина? Это не богослужение, как бы и шло, а проповедь. Не, ну можно, я просто, когда я иногда тоже, ну, вот так вот встанешь, вот так, на одну ногу, нет. Сразу меня раз? Раз. Ну, теперь человек не в этой общине. Он приехал на одну ночь. Он приехал, и через ночь он уезжает. Дальше, ты говоришь, а почему не сказали? Вот здесь, когда был, видел, и я подходил, и говорил, и говорил не один раз. Я, а он не принял. Кровь его на его голове в описании говорит. Из Ихииля 3,20. Какое ко мне претензии-то? А другой руку не донес, а я не видел. Я вообще не видел. Я стоял и молился. А ты видел все. И теперь показать твое благочестие, ты видел. Я говорю, ну ты скажи. И ты сразу начал вертеться. Как у Жака. Вопрос. Почему ты не подошел, не сказал? То есть надо было к нему непосредственно подойти. Ну, а как ты считал? Я подумал, что вам надо сказать сначала. С чего ты взял это? Ну, как вы, как старшие, замечательные. Да какое замечание? Ты видел, я не видел. Ты ко мне подвел. Я, я тебя не видел, я ничего не могу сказать. Что ты крутишься-то? Нет, ну хорошо. Написано, согрешить даже против тебя, брат, идеи наедине выговори ему. Ну, он-то против меня не согрешил. Не согрешил. Ну. А теперь он согрешил против всех. Еще хуже. Дал соблазу. Нет, мне интересно. Он не уехал еще, заметь, на занятия он никогда не ходит. Кто? Алексей? Да. Я тебе говорю, иди сейчас к нему. Он у тебя к тещи приехал. А ты нет, завертелся. Иди ты. А чего пойду, я не буду. Понимаешь, какой ты? Ты не то, что хитрый, а дурной. Зачем ты это выдумываешь? Он облакачился на подоконник. Ладно, то есть, вы что говорите? Либо сейчас пойти к нему, вы говорите. Вы говорите. Но он не против меня, ведь согрешил. Да так что угодно. А если против всех, то тогда извольте староста, кто за порядком. Я не видел, я стою за дверями. Я через порог даже не переступил, стоял. Ну ладно, Игнатихич. Я смотрел, чтобы люди, которые приходят, показать, где раздействиеся, как пройти, дежурный. Спаси Христос. Понимаешь ты? Ну теперь ты видел, что этот человек руку не доносил до плеча на правую сторону, по крещу. вот как-то вот так. Вот так. Тогда вы мне сколько раз, я вроде крещусь, а вы говорите, нет, неправильно, давай еще правее, еще правее надо. Ну вот сюда, на плечу. Вот так. Вот здесь вот, ты ниже бороды крестился, вот так, как патриарх. Неправильно. Ты поднимаешь сейчас руку. Теперь подавись, к животу рядом, с него начни. Пойди сейчас прямо на адам, приди, скажи, мне нужно спросить, ты по порядку спроси, вы руку не наносите, почему? Рука болит? У меня рука вывернутая. Вывернутая, меня напрашивали, руки выкрутили, и у меня рука не достает. Я вот так вот, так беру руку, и силом вот так вот, и все равно достану, и дожму. Мне сделали операцию, у меня три грыжи от тяжестей, на позвоночнике. После первой операции, я только вот так кланялся, больше никак. Но я всем говорил, у меня после операции не дает. И наконец, вот так, хрустнуло, как будто что переломилось. И сейчас я вот, кланяюсь, рукой могу колду, спать. Господь принял мое желание, рукам от людей доносит. К ней так, чтобы еще устал. Так что, ко мне претензий никаких нету. Ты пойди сейчас к нему, и тогда будет видно, кто ты есть. Ну хорошо пойду. Не забудь, что ты сказал. Все, сейчас пойду. Хорошо пойду. А не хорошо, и пойду. Хорошо говорю, пойду. Ты пошел спасать. Сказать брату. Сначала ты его узнаешь, скажешь, а почему ты руку не подносишь? Вот так, правильно. Или можно... А он скажет, я болею, ты что? Чем болеет? Ну я не знаю. Ну болеет, чем? Рука болит, он не может ее доносить. Ну да ты его знаешь, а не может доносить, еще и нет. Но когда у меня, руку я не мог доносить, я всех предупреждал. У меня рука, вот она, дальше никак. Так я вот этой рукой, вот так ее доносил. Выживал ее все равно. И предупредил, чтобы никто не соблазнился. Понятно. Ко мне никак не относится. Ты видел, а я должен пойти выговорить. Да где это видно на такой? Еще в самом деле. Понимаешь, какой он, он думал, что хитрован, такой он мудрый. Меня он сказал, это твой племянник, как будто зависит от племянника. А если бы не племянник, а брат родной? Он отвечает за себя. Но ты видел, не обречил. Его кровь я защищу с тебя. Пойдем, значит, подключаем. Пойдешь. Так, мы еще о чем говорили? Что, твой друг там, или кто? Ну, он как друг, он, я сочувствую ему, потому что, вот вы говорите, что сколько, 50, больше 50% канонов православной церкви грубо, сознательно нарушается. 57%. 57%. Вот. У меня ушел не один год, пока эту цифру вывели. Валерий Сутармин пострадал от этого. То есть, от чего? Ну, от чего? Сейчас объясню. Он учился во семинарии, готовился на священника стать. Вот, нашел он эту женщину, женился на ней. И все было хорошо. Но потом она хвостиком завиляла, грубо говоря, и по научению, кстати, священников причем. Опять виноват священников? Нет, то есть, учение такое есть, бытует, что да, спокойно можешь от него уйти, на стороне там, и все. Она ушла от него, и он уже перестал, он уже не может покануть. Откуда ты знаешь, что говоришь-то? Сказала, она ушла. Ну, он рассказывал. Да, ну, он рассказывал. разве это истина, конечно, инстанция? Он рассказывал. А как он? И ты рассказываешь, виноват поп, подсунул власти тебе. Ну, он с попами разговаривал, он же не с одним попом, он с епископом разговаривал. Он, наверное, с патриархом, а с Богом не разговаривал. есть записи, Игнать Тихонович, у него вот. Какие? аудиозаписи, с тем же Дмитрием Смирновым, он со многими разговаривал. еще только-то разговаривал. И многие утверждают, что брак может потерять свою каноническую силу. Таких нет слов нигде. А они так говорят. Зачем не они? Они повторяют документ церковный. Зачем не этот документ церковный? Когда они саму убийцу сейчас отпевают? Ну, вот одно. Так я к чему говорю? К чему? Вот просто вот это, что касается брака, брака, он эту тему стал очень глубоко копать, так скажем. Во свете Библии, во свете канонов православной церкви. Разве это плохо? Ты слышал поговорку, говорят, лучший поздно, чем никогда? И поставил этот врач мертвому клизму. Сейчас, конечно. Да как мертвый? как объяснить? Да он уже, она ушла от него. Теперь он на этой теме вот так вот виляет. Он должен, остался без жены, не ищи жены, но теперь только, Господи, слава тебе. Сколько препятствий у меня было для спасения. А теперь, теперь принимай там монашество и делай смещенником. Делайся. Этого-то нет. Он на одну и ту же тему, что придумывает установить церковный праздник девство. В стране разврата, в стране зла, в стране коррупции, такие грабежа народа, и вдруг, а девство, девство не только понимать, надо физически, но и духовно. Это все верно вы говорите. Ну как можем, когда-нибудь был такой вопрос в Ветхом Завете? Нет. Праздник был у православных праздников 365 дней, а только иконам, кажется, 400 праздников. Один икон. Праздник разврата, геи там и называется. А тогда да. Какой праздник? Кто будет праздновать? Младен, землюлька? Но это повод сказать, сказать слово. Да этого нету, что повод сказать, надо установить праздник, провести через сенот. Да нет, он этого не это. Как он? Прямо об этом говорит. И вот две горы, там Эльбрус, а там муж и жена, то есть он уже свихнулся полностью. Он уже совершенно потерял направление. И везде, вот там такие, вот такие, это святых, значит, собирает Мартиниянов. Да, странно, Игнать, очень странно. Вот смотрите, вы бьетесь за чистоту, очень ратуете все, и вот тут человек занесся, и вы тут же его, короче, шарфирули, шарфирули, и раз ему, фантазируем. Праздник девцу. Да где ты видел, я спрашиваю, в Библии есть хоть намек какой-то на праздник девства? Ян Златоуст говорит проповедь за проповедью. Вот девствие. Но нигде нету, чтобы намек был, праздник девства. Я вот о чем говорю, еще вы дурите. Ну вы как бы, а есть праздник усикновения главы Анна Предтечи, тоже праздник его называют? Вы к слову просто придрались. Нет. Игнать Ильич. Еще раз говорю, или к слову, так он говорит, праздник, и как они собираются. Это значит день, в который надо особо отметить. Особый день давайте отметим, чтобы без наркотиков, и страна без наркотиков, и особый праздник, страна без наркотиков, и отдельно, страна без пьянства. Давайте еще два праздника сделаем. Что вы дурите-то? Брошенные. Жены ушли, и остатки разума с ними ушли. Без жен-то вы никто. Вы ни о чем рассуждать не можете. Они еще унесли ваш разум-то. Обезбавили вас. Остаться без жены, не ищи жены. Подвернется, еще женишься. И опять плохо. Да будете брать-то каких жен? Бывшая щья-то. Мусульман хороший обычай. Если ты мужчина себя не сохранил, то и женщина не имеешь права брать девственницу. Женись на такой же разбратнице. Нет, но если она свободна, например. Еще раз говорю. Не имеешь права женись на девственнице, если ты сам разбратник. Ты знал, кто ты такой. Зачем ты ее взял? Хороший вопрос. Остался без жены. Без своей или без чужой. Остался без жены. Не ищи жены. И не написано, давай на этой теме теперь плясать будем. Не надо ничего. Ежедневно 20 тысяч в утробе убиваются. 20 тысяч. Вот тот же класс. Вот есть такой фильм «Глаз, опишущего в пустыне». Да. О вашей деятельности. Так вот он такой же «Глаз, опишущего в пустыне». А я о чем там говорю? О девственнице? Вы говорите там в принципе о возвращении к истинному православию, к истокам. И в том числе и это тоже. Но вы больше застряете на крещении. Вход в церковь нет. Нету входа в церковь. Мария Магдалина Дерселиса была? Не знаю. Обслуживала римский солдат? Я не знаю, Игнатий. Ну не знаешь. Просчитай ее житие. И однако она является апостол для апостолов. Мария Египетская прославилась с кем? Она ехала на поклонение и дорогой рассчитывалась собственным телом. С моряками. С собственным телом рассчитывалась. И однако... Не только с моряками, а с паломниками? Ну и еще дальше. Ничего. Какой пример-то? Я говорил в глаз попивящего о благовестии, что страна не знает Христа. Иван говорит, а ты применил куда меня? Не годится это. Я имею в виду только одно. Служение Богу всем умом и всем сердцем. Вы просто, я не знаю, Игнатий, как вот, вы недооцениваете, что ли? Ну да. Что вот это лжеучение, оно сейчас просто попами, всеми, и епископами, и попами всеми завладело. Что при любодействии и блуду зеленый свет. И мы еще вас повечаем и все сделаем. Так об этом же не надо говорить. Не обманчать. Говори. Вот. Ну какой праздник-то? Я говорю, какой праздник-то? Что вы думаете? Надо же обличать, и сегодня об обличении проповеди. Я говорил об этом. Это надо, Но праздник-то какой? С чего ради праздник? Ну день памяти, так скажем. Не знаю, день просто девства или камня. День смерти, лучшие дня рождения. И церковь отмечает. Какой праздник? Пост. Какой же это праздник-то? Это очень памятная дата, возвышение креста, к двадцатым праздникам относятся. Но однако церковь-то назначение какое ему дала? Человек окончил подвиг. Обличитель. В этом празднике в его биографии все сказано. И церковь отмечает, что он до конца был верен, ну и прочее. Ну вы считаете, что Валерий Сударбин абсолютно как бы заблудился и абсолютно неправильную деятельность сейчас проводит? Я правильно вас... Там никакой деятельности нету. А что он делает? Деятельность это такая, которая Христом заповедана. Идите по всему миру и пропадайте Евангелие, не девство. А когда человек родится свыше, примет, тогда так. Тогда обращение. Вот так скажи. Мы сейчас, чтобы тебе убедиться в этом, допустим, мы с тобой согласились психологический анализ провести по выбору в три храма в одном городе. Одну неделю, там в другую. Люди выходят из крестилки. И мы с ними начинаем говорить. Что они знают о Христе? Давай возьмем три общины. У адвентистов седьмого дня, у баптистов то другое. Тоже, та же. Из воды они вышли и мы их спросим. Кто больше знает о спасении? Последний. Даже толковать не надо, да? Ну и все. Мы провели анализ. Теперь из тех, которые крещены у баптистов, кто из них примет православие? Из тех, которые у православных выставят, сколько примет баптизм, ни в какое сравнение не идет. То есть у православных больше принимают баптизм? Да, наоборот. Ну да. Православные, которые называются православными. А баптистов, если хорошо писание-то знает, ему надо доказывать по писанию. Он верит. С ним можно беседовать. А православный, а батюшка сказал, а батюшка сказал, со мной не знать, он еретик, сектант. Вот в этом-то, понимаете, в этом-то вся и опасность. Потому что люди, попов считают за последнюю инстанцию истинной. А попы сейчас крутят и вертят в угоду миру с ним, в угоду дьяволу. Вот так. Поэтому-то нельзя молчать, Игнать Тихонович. Молчать не надо, я не говорил молчать, что ты сказал. Я сказал, праздник этот нельзя придумать. Эльбрусом называть муж жира и прочее. Пригласите его сюда? Я уже несколько раз себе надоел за Порзовеева. Вот сегодня у нас какое число? Девятое? А шестнадцатого через неделю престольный праздник, как удобно будет. Может быть, митрополит будет. Вот пускай приедет. Ну пускай приедет, я его не знать не знаю. Так вот, надо поговорить с ним. Ну поговори. Я с ним говорил, но вы-то хозяин здесь. Я не могу приглашать человека, которого не знают. Но вы познакомьтесь с ним? Нет. Потерять вот так не зовут. Вы заранее должны знать. Вот здесь, который... Да он так же, как вы. Он на виду, этот Валерий-то. Вот то, что говорит, я говорю, что это бред. Этого нельзя даже напоминать. Праздник, девство. Я мог приглашать его. Что же, Радо-то? Ты приглаши, я тебе разрешаю. Я пытался, но... Ну все. Так ты с ним переписываешься. Вы одинаково пострадавшие от попов, от женщин. Два родных брата. Ну нас... Мы не одни, нас много. Ну да, ну там, случайно, я выберу с собой. Так и то не договоритесь. А что я к нему полезу? Потому что, потому что, как... Тоже же, я особо там и с ним не... Я за то, как апостол Павел говорит, хорошо ему оставаться, как я. И он такой же. Он так же говорит, Валерий-то. Он-то так и остается. Он говорит, ну есть вот правила Василия Великого, но я не рекомендую. Лучше, как апостол говорит, остаться одному. Вот и оставайся одному. Благодаря Богу. Лишние волосы сними и успокойся. Начинай благовествовать людям о Христе, о неверной жизни. То есть, то есть, вы считаете, что ему надо больше... Полностью отойти от этой темы. Не, а на что заострить внимание? За то, что люди не знают Христа, что Он пришел, умер за наши грехи. Проповедуйте, и дети, и проповедуйте Евангелие всей твари. Евангелие, не женские гениталии. Ты что понимать-то? Ты считай Евангелие. И они пошли, Марк говорит, и проповедовали. Не, брак, вот христианский брак, это святыня, Ина Тихонич. Да, была святыня. Вот, но она ниже девства. Ну, это понятно. Брак серебро, а девство золото. Я златоустро это хорошо сказал. Видишь, вы по любви придумали. А, понимаете, любовь-то как-то превратная. Так, я только сейчас к этому стал подходить. Раньше-то я был... А почему без совета? С кем ты советовал сына? С кем ты советовал сына? С кем? И как он тебе сказал? Вот так он мне... Я же вам рассказывал, он от своего сына отвел беду, а мне ее подсунул. Настя, она не слышит, что ты ее бедой назваешь. Она говорит, тогда если я беда, то это, который мне посол сатана. Твойная беда. он сказал, не она беда, а ее мать беда. Он говорит, из-за ее матери я развел, как в море корабли своего старшего сына и Настю. Ну, так ты это знал. Зачем это? Он мне это сказал, уже после того, когда уже семья распалась. Он мне уже заочно это сказал, потом, после, постскриптум, так скажем. и ничего. И он, ну, лошок, пришел лошок, зеленый, вот этот, ежик в тумане. Ну, я ему признаюсь, он мне все равно ничего не сделает. Вот, вот так, какое отношение у поповков к людям. Этот народ правник и не знает писания. Вот такое отношение. Все. Да, это они сказали о нищих, они о них. Они знают писание. Он знает, он сознательно понимает. Это сказали о человеке, который не знает писание. Ты не так повернуть. Я отношение, пренебрежение такое вот, я высказал. Так, зови его сюда. Я еще говорю, что я детка, когда это делаю, тебе разрешают. Призови, Валерий, скажи так и так. Здесь помолимся вместе. Я ему говорил об этом. Ну, он выйти из этого не может уже. Это своего рода одержимость. Он теперь только вокруг этого будет вращаться. Уже надо, он не останавливался на этом. Первые дни у него разговора о празднике не было. А теперь нашли там соотечество. Он уже проводил его. И епископы некоторые, я не знаю, ну, как они, по-настоящему или так, лицемерно с ним соглашались. Давай. Усерний парк, где-то там. было. Почему они сделать праздник байкерам? Патриарх благословил. Они там собрались и поехали. И одна бабка в 84 года байкер. Ну, вот смотрите, знаете, праздник девства. Вот вы постоянно заостряете внимание, здесь вот вообще никто потеряется, что они сейчас поехали учиться, девственницы наши, и вы говорите родителям, что и им говорите родителям, что как зеницу ока блюдите это свое, девство-то свое. Вы постоянно об этом говорите. Ну, разве плохо, что об этом будет говорить Валерий? Он на этом не остановился, он идет дальше. Дальше уже еще нет. Потому что женщина, потерявшая детство, она уже все. Никому она, по сути дела, ей не нужна. Она расписалась. Артисты, интересно, один бросает другой берет. Берут даже Леонардо точно так же каплю. Желез опять они сошлись, показывает. И она стоит у нее две липки через шею. Ну, это издевание и он опять вот получилось так. Ну, все тогда, да? Значит, Валерия, мы ждем когда, в среду, в пятницу? Не знаю, Гриб. Сегодня будет все по-моему, надо картошку копать нам надо. Ну, так бы он приехал, да. Она не приедет, твоя это. А Настя так и молчит, все. Мы тогда написали, что Игнатих все время за тебя. Ну, как, если по-другому, я не то, что... Она никак. Раз, молчание сразу. Молчание, знак согласия. Ты слышишь? Она со мной согласилась. Состоилась. Ага. Ну, наверное. Ты не допускаешь, что у нее добрые мысли могут родиться? Допускаю, но они, как сказать, быстро испаряются. У тебя опыт отрицательный, только положительного нет. Удивительно. Приезжаем, вот общаемся по-дружески, хорошо, два-три дня. Потом раз, как обрубает ее, на 180 градусов поворачивает. На пустом месте причины нет. Нет, причины есть. Мы с мамой поговорим, либо заочно, либо по телефону, либо вот тут сразу. И все. Видишь, как ты работаешь медленно. Вчера, интересный ролик, называется, 10 человек самых быстрых. Как они работают? Один там, артишоки какие-то, как делать? Селещи заворачивали, что-то. И вот так вот, только берет, это не ускоренно, а именно так. Самое первое место занимает. Ну, это навык. Да, почему у тебя навыка нет никакого? Как нет? Ты с нами отработаешь рядом, тебе надо что-то взять, я многое впервые делал, жизнь не много. Дерево робим, пустые. Вот здесь лежат, вот там, ты каждую веточку берешь, ровненько положил, опять пошел, я тебя замерил, 5 метров, 5 метров туда, отнес, одну веточку положил, разворачивается, 5 метров 10. Я тебе говорю, смотри на меня. Я беру, вот сюда вожу, следующую, новая пачка обратилась. Зачем тебе туда идти-то? Теперь все это исхватает. Ты хитрый. Ты везде идти зачем-то. Пошел, косить, это правильно, косить. Ничего больше непонятно тебе, а я с конем буду выкапывать. Говорит, ой, как картошка варенок по во рту у него. Да, потому что пошел за лопатой оттуда, надо посчитать, сколько шагов-то. Ну, шагов 200. Туда, обратно идет, я вижу, идет в развалку. День-то идет. Теперь что? Ага. Дальше ему нужно еще ножовку, лопату. И опять пошел в этом дошел, ножовку, лопату взял, идет ко мне на встречу. Что смеешься-то? Ну, я уставший, реально. Да ты там еще еще не сделал. Да как? Я вот вчера выспался. Ну, хорошо, смотри. И совсем с другой, как сказать. По-другому себя ощущаю. Все, молчу. Перед тем, как идти, Володя говорит, вот, массаж надо я сделать. Я начинаю, смотри, как, откуда, какое расстояние, ручку, которую держать у косы. Он к тебе не подошел. Не знаешь. Мы сделали, дали тебе косу. Володя, она тащена, я натащу. Ты ее не точишь, ты не знаешь. Готовая дали. И ты начинаешь, вот, я тогда взял эту косу, там, за крысом. Я говорю, смотри, я вот так вот взял косу, разворачиваю, а потом показываю, вот, метр восемьдесят почти. Дальше разворачиваюсь, прошел туда, обратно, и половина двора уже вычисли. На антикет. Так, подожди. Ты сейчас только просил прощения, за что перебиваешь. Глуп кто-то, этот ответ не выслушал. Я тебе говорю, смотри. Дальше пошли. А я люблю, чтобы хорошо было. Я пошел бы в другом месте, к туалету, а у него там будилья стоят по 30 сантиметров от высоты обрезанная. Литовка-то поверк ушла. Что ты щищи-то сделаешь? Главное убрать. Я пошел в второй раз, потом в третий раз говорю, фундамент смотреть, не воскнешь. А ты стоишь и рядом смотришь. Ну, я говорю, сколько потратил? Ну, пять минут, больше нету. Пять минут, а ты провел тут уже два-счетуса лишних. Вот еще в чем дело-то. Ты не торопишься веточки носить. Ну, ветка срублена. Топором. Я мотаю и мотаю целый день. Все, ни ночью не могу, ни обуви. Вот так вот. Мураши не могу отогреть, ничего нет. Ну, порченный человек. Но я топор никому не отдал. Я топором вырубил все, что там есть. Смотри, какую кучу он оттаскал. Так? И ты ни разу не подошел и сказал, у вас больные руки, вы не можете. Дай, я буду делать. Нет. Веточку возьмет несколько, а пошел. Наконец начал брать больше. Так, Игнатик, ну, тут я не... Ты ни разу не подошел. Валай только подошел, сразу дай, я порублю. Ты хитрый очень, хитрый и менивый. Вообще удивительно. Даже здесь ни разу не подошел. Как вы все можете в свою пользу все обратить? Обожди. Я вот слушаю и удивляюсь. Вот что касается литовки. Давай. Вы подошли, а я... То есть, около дома. Я же потихоньку, чтобы ее не закупить-то, литовку. Вот я потихоньку. А потом, а вы мне показали, понятно, вышли на простор, хорошая такая поляночка. Почему вы там вот так вот... Я тебе сейчас поясняю. Размахнись руками. Все, спокойно. Поясняю. Около дома, вплотную, нельзя. Поэтому я встал на колени, вот здесь вот. А Володя стоит на собаку смотрит. Что-то там делали. И с той стороны, с этой и с этой. С трех сторон дома уже полз. Уже настолько оторвал травы нету. Дальше... У вас никак не победить в споре, Игнатих. А, не спора нету. Вот он, Володя, сидит. Это гараж, который. Я на колени, там крапива одна, потому что рядом лиза пастыных лежит. Уже обошел. Как ты победишь, когда я сделал? Я оборвал. Дальше Володя топит баню. Ты приходишь, ты видишь, возле баня растет. Нет тебя. Я сразу пошел, взял ножовку, взял топор, щеремку сухую вырубил и все сам унес туда. Володя в это время растопляет. Ты хоть сто лет будешь ходить, ничего не сделаешь. И вокруг бани, сейчас посмотри, какая чистота. Это... На это ушло времени минимум. Все равно я благодарен вам, Володя Тихович, за то, что вы мне прививаете навык к труду. К быстрому труду. К быстрому труду. И мало-помалу все равно... Да. И мне это радостно, понимаете. Я вам благодарен бесконечно. Аллилуйя. А другому нельзя с тобой. Ну здесь ты... Вчера... Я говорю, подойди вот поближе. Там я отрубил, а там сетка рабиса. Ты подошел, так она внизу под землей. Дальше что? Ну я тебе показал, уже все деревья вырублены, вытаскивать надо. Не тут-то было. Повернулся и пошел. Я сказал, что ее... Та-та-та-та. Ничего ты не взял. А она под землей. Я понял, это не работник. Володя Тихович, Володя, там подойди, как я там... Там я обрубил дерево, а сетка... Он через сетку прошел этот клет. Володя вытащил ее всю. А так... И теперь везли, привезли на месте. Ну, одна и та же работа, перед тобой, перед ним. Ты даже первую захватил, вот и никаких развернулся. Лежала сто лет, лежи дальше. У меня другая была работа, таскать. А Володя пришел, у него нет работы. Вы ему говорите, вот, вот. И он, понятно, взял... Сейчас зачем это говоришь? Я тебе зачем показывал? Зачем ты надо подходить? Я сказал вам, что... Я сказал, это надо делать. Вы, 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 я такой, попробовал. Да нет, как ее вы, 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 тут надо ее... Ну, как вы, выдернуть? Ну, он сначала ее очистил. А почему ты не очистил? Потому что у меня работа другая была. Да какая другая твоя работа? Таскать, таскать. Дорогу разлаписки срубил, чтобы дерево рубить. Я дерево рублю, а ему на дорогу, он подошел, и бросил ко мне обратно. Я весь в репье вылажу. А зачем ты сейчас сделала-то? С дороги убрал бы. Да, дороги на этой стороне пусто, могу туда убрать. Почему ты на меня кинул? Виноват. Я вылез оттуда весь в репьях, и волосы, и вес. Зачем ты сбросил, когда я срубил, чтобы подобраться к дереву? И ты идешь мимо, а я не вижу, я головой вниз, и там это... сначала докопаться до корней. Мы-то здесь были где-то... Ну ладно, еще нельзя доказать. Подальше вверх. И ты свою вину возлагаешь на меня. Нет, нет, я виноват на этих. Ну зачем ты бросил на меня, когда на той стороне, ты идешь одинаково, вот дорожка, а там я уже все убрал. Почему туда не бросил? Ну не додумался. О, вот ты с этого начинаешь. Тут еще нельзя сказать. Там простора, а здесь я вожу с деревом, и ты кинул сюда. А я вороку дерево и ложь, я же не вижу. Я опять еще из этого теперь срубленный, репей весь на себя собрал. Понимаешь, ты безразличный. А где репей? Я тебе показываю, вон кучка где-то, кое-как натолкнул тебя. Дальше опять. Пройдет мимо, не видит. Ну хорошо, что ты уже осознаешь, что маленько не так. Я из тебя хочу человека сделать, настоящего. Да это... Я вас благодарю, Игнатих Игоревич. Чтобы Настя увидела когда-нибудь, сравнила с тем, кто есть, и какое счастье упустила из рук. Такой мужик. И везде он нужен. Дура я дура. Игнатих Игоревич, вот скажите мне, вот то, что произошло в моей видео судьбе, это по промыслу Божьему было? Или по... Не знаю. Ну как? По опущению или Божьему? По опущению. Ну хорошо. По опущению Божья советская власть была, Сталин был. Вот вопрос такой, венчание оно было или не было? Ну как не было? Было. Ну а беты давали, для чего вот это все? Чтобы быть верным. Помогать друг другу. Ей не заповедано тебя любить. Этого нету. Мужу заповедано любить, а ей быть послушанием. Желяна боится своего мужа. Ей не заповедано, и поэтому ей легче послушание. А теперь я только молюсь Господи, дай мне любовь к жене, дай, и нет любви. Нет любви. Все, я снабдил, дом я ей построил, туда приедет дом, любви нету. Нету. И теперь Господи, дай мне любовь, помоление начинается. Я все время прошу об этом. Посты не православные, не по писанию. Я их исполняю, любви нету. Я теперь молюсь Господи, дай мне любовь к постам православных. Сейчас я их люблю, даже отменят, я все равно буду поститься. У тебя нет этого. У тебя нет живой связи с Богом. А по какой причине нет живой связи с Богом? Да на первую очередь это эгоизм. Твой я. Отвергись с себя, возьми крест, а потом следуй за мной. А ты сразу за Христом следуй. Причина одна, эгоизм. Твое эго я. Тебе охота сказать, ты на каждом шагу трясешься, а знаний никаких нету. Спрашивай, ты в Библии читал это? Нет. Вот это читал? Нет. Ты в Библии ты не посчитал? Хорошо. А если бы у меня была масса знаний, ничего мне это дало? Любовь должна быть, Духи Святой. Ты сегодня ночью за кого молился? Сегодня я не молился. А вчера? Я несколько дней уже не встанавливал. Вот и все. И тебя это не мучает нисколько. А я ночью проснулся, сел на кровать, молился я или не полил, молился, руки все вот так вот, как мураши идут, я не могу оттереть, потому что я бил вот так, топор-то, а твердый, а у меня порченные руки, мозги в одно место скатились, говорится. Молился, не молился я, и холодновато вылазить-то. И уснул. А уже проснулся второй раз, уже второй час, пять минут второго, тут я испугался. Второй час, а я еще и не молился. Вот тут меня, я мигом соскочил, и все. А что вы испугались, гимнатик? Что я не вовремя, я опоздал на целый час, на встречу с моим Господом. Я опоздал. У меня страх сразу. Господи, как я мог сделать? А я слышал, кто-то мне вот так вот рукой поколотил, по груди вот так прямо где-то. Это мне ангел будет. Иногда постучит, иногда, как раз, дыхание услышит. Мне ангел будет. Ангел, реально. И кто-то меня вот так вот два-три раза стукал по груди, а я не мог проснуться. Ну, сейчас целый день топором, топором длинным, бухал-бухал. Ну, я, если бы знал, я бы, конечно, был. Я думал, наоборот, что отойди, я буду сейчас делать. Что ты тут мешаешь? Даже не, не, да. Вот маленький ребенок вот здесь, я рублю, я их приучил, когда он подходит, а вам что-то помочь надо, помочь надо, но он не может этого сделать. Но он обязательно спросит. Я говорю, вот это сможешь сделать? Смогу. Репей относить. А этот приходил, он даже репей носить не хочет. Ты здесь, понимаешь, что ты не ведешь дневник. Ты скажи, сегодня, вот вчера ты уже... для меня это как-то неподъемная надежда. Вот я реально, я столько хочу, я много раз хотел вести дневник. Ну, вот так вот, ну, кто ж так ходит? Вот, вот, ну, старик-столетний, ну, идет и маленько, там, по-человечеству. А он так ломает внутри все, ломает меня. Когда прямо идти ломаются. Да. Я не знаю как. Вот я даже... Тяжело, реально. Я подошел там, простюм, отнес. Больно, ну, все, больно. Надежда Васильна, я иду между деревьями, я знаю, она стоит в дверях. Пока я не скроюсь, она будет стоять смотреть. Она стоит в дверях. И тогда уже на повороте, я задеряю, я ее рукой помашу, залывалась, она зашла. Ну, теперь, я не могу, но она на меня смотрит, я знаю. Я уже иду перед ней, как говорят, на параде. Почему? Это в ее глазах. Ну, вот. Не понял, нет? У меня нет такой... Еще раз говорю, я с травим шагом перед ней хожу. И чтобы я согнулся, и не могу. Ну, как ты это терпишь? Она узнала. Ночью я застонал. Она на соседней кровати, она услышала. Я не хотел, но застонал. У меня руки-то вывечены. Я... Ммм... Поехал. Что, сильно больно? Нет, ничего не больно. Нет. Я сильно, я перенесу это. Она ни разу не слышала, чтобы я на что-то пожаловался. Если у меня в прошлом году я надорвался эти... Наносил. Кровью все пошло с меня. Я стараюсь только, чтобы ей не сказать. Чтобы она не знала. Она женщина слабая, а я перед ней расхвашусь. Ну, вот в этом одна из коренных ошибок моих. Теперь я ей приношу что-то. Так. Она... У меня тесто не замесило. Я говорю, бодал, вываливаю. Все, мне нехали, а я побежал дальше. У меня другая работа. Все, она понимает. И вот, выходя уже здесь, вчера решил той самой пройти через ее калитку-то. И уже калитку закрыл, глаза поднял, она там в дверях и стоит. Она так и стоит, пока я ее не помашу рукой. На кае девятый десяток идет. И слово люблю или что-то у нас это отсутствует. Этого нет. Вообще не было. Маменька, папенька. У нас не было мамка, тядька. Пашка. А, между вами любовь была. А сегодня именно играют на словах. Я встал сразу. Эх, только распрямись, чтобы видела она. Пошел, она засмеялась. Все. Я ее завоевал. Понял? А ты видишь как. Я тебя учи, быстро ходи. И не забыл что-то, не ходи за этим. Обойди без этого. Раз пошел, не подумал. А ты раз сходил, потом второй раз пришел. Я говорю, зачем-то лопату несешь и ножовку. Ты по одной сначала лопату, потом ножовку. Это твоя стихия. Ходить вроде предели, а я ходил. Не ходил и работать надо. Ты видел, сколько деревьев там вырубил? Много. Много. Так там какой барьер вы возвели этими деревьями? Володя-то не рубил. Он другой работой занимался. Это я больной, калеках, сморщок. И ты ни разу в это время не подошел, не сказал, ну носить-то это легко, а срубить-то. Я же... А ты видел? Для меня легче его порубить было бы, чем носить. Я знал, что ты так и сказал. Не, серьезный носик. Замечательно. Вот его это... Вчера делал одно дело, дерево вот так, вот так вот дерево, согнутое, и в земле... Мне надо нащупать, где прямой ствол пойдет. Я тебя подозвал и сказал, вот смотри, я уже отрубил. А я бы так же сделал. Ну я действительно так же бы сделал. Ну тебе нельзя говорить. Если я не сказал, мне не сказали, я не знал, то есть испортил. А если я уже сделал, показал, а я так и хотел. Ну Игнатий, вы даже не допускаете мысли. Не допускаю. Я тебя вижу по всем. Ты капризничаешь. За стол сел, это я не хочу, а это я не могу, а вот я не везу. Полезет, неделю в рот не бери, ничего. Ну это если голодный только. Понятно, голодный-то все сметешь вообще. Ну вот и все. Ты можешь быть другим при Насте, при теще. Ты скажи, почему у меня с тещей ни одного слова не было друг против друга? Если честно, вот Игнатий Игоревич, я к браку вообще не готов. Хорошо. Почему моя теща Агриппина Ексеевна? Агриппина Ексеевна. Название-то какое? Что она? Ни разу, никогда. У нас бывает что-то не урядист, она не послушалась, не заступила за свою дочь. Потому что она соображает, она жизнь знает, как по Богу, как правильно. Теперь моя мама... Как благо было бы для ее дочки. Моя мама, как бы ни было, мама, я думаю, она видит, что она не права. Ни разу за меня не заступилась при ней. Она только скажет, «Ой, Надя, где-то никого рядом нету, а вы все родня. Да уж как вы помяши с ней. Как же мне за нее не заступить? У нее никого здесь нету». И я них никто не учил этому. Ну, как совесть. Совесть и родители, они... Видите, в чем еще трагедия? Вот смотрите, Настя родилась в Бабе Ильяне. У нее не было примера. Она отца вообще не видела ни разу своего. Она не знает, что такое мужчина и как с ним вести себя, по сути, это дело. Вот как быть таким людям, которые вот лишены... мы разносились на круге своя. А как мы... Зоверь, Валерия. Нет ответа. Валерия зовет в гости. Скажите, я приглашаю. Это редкий случай, когда приглашают. Мы разрешаем, но не приглашаем. Вот если бы это видео пораньше выставить и ему показать, но, к сожалению... У нас только через неделю появится. Ну и все, а через неделю уже праздник. Ты звони. Не девство только, а другое. Так, все. Я поехал на рыбалку. Мне надо успеть. Так, мне на сколько уже.